Доброе утро! Как уже говорилось, сегодня день русского языка, нашего родного языка. Пушкин считается создателем современного литературного русского языка. Перечислять произведения Александра Сергеевича можно, конечно, бесконечно. Они знакомы любому человеку и практически с самых малых лет. Русский язык – один из крупнейших языков мира, является самым распространенным из славянских языков, самым европейским языком в географическом смысле и по общему числу говорящих занимает место в первой десятке мировых языков. Вот так. Сегодня в нашей студии Анна Валентиновна Осина, доцент кафедры русского языка, филологического факультета Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро! Доброе утро! Я очень рада вас видеть в этот чудесный день в студии. Мы тоже очень рады, что вы пришли к нам в такой знаменательный день. Действительно, знаменательный. Для нас, говорящих на русском богатом языке. И сегодня, ну вот мы с вами говорили, что язык сегодня претерпевает какие-то изменения в русский язык. Действительно претерпевает. Хорошо это или плохо. Какие изменения? Ну, на самом деле язык – это живой организм, и он отвечает нашим потребностям. Меняется общество, меняется и язык. Но, согласитесь, было бы странно, если бы мы с вами говорили на языке Ломоносова в 21 веке, а Ломоносов жил в 18-м. Поэтому, конечно, язык и меняется. Не надо этого пугаться, это нормально. И это отвечает и самой задачей языка – обслуживать наше общение, и задачам общества – общаться и устанавливать какие-то межличностные связи. Но другое дело, когда это изменение, оно идет бесконтрольно. Когда люди, говорящие на языке, они не контролируют себя и не думают о том, ну, о последствиях своих речей. Особенно вот хочется мне на вас пристально, молодые люди, посмотреть и сказать, что будьте внимательны, говоря с экранов телевизора. Потому что часто именно изменение речи СМИ влияет на изменение речи общества. Ничего страшного в этом нету. Нет? Нету. Нету такого русского слова. Но, тем не менее, надо, я все-таки обращаюсь ко всем носителям русского языка, внимательнее и бережнее относиться к тому великому, прекрасному, действительно, языку, который дан нам в пользование. А вот как лично вы относитесь к тому, что у нас сейчас много появляется слов заимствованных, да? Вот как раз-таки к перемене. Я поняла вас. Мы забываем, наоборот, такие обычные слова. Администратор теперь практически нигде не услышит такое слово. Администратор — это какой-нибудь ресепшн, еще кто-нибудь, но только не администратор, предположим. Вы знаете, такая же, наверное, проблема была во все времена появления этих слов заимствования. Другое дело, что, может быть, сейчас идет шквал этих слов. Но я думаю, что пройдет, наверное, лет пять, может быть, десять, и, возможно, останется или ресепшн, или администратор. А, может быть, они будут существовать оба слова, но чуть-чуть поменяется значение. То есть администратор — это будет какой-то определенный администратор, а рецепшн — это будет несколько с другим значением слова. Русский язык, по утверждению Александра Сергеевича Пушкина, общежителен. Он любит заимствовать слова. Но каждому заимствованному слову он чуть-чуть что-то свое привносит, добавляет что-то своего и разводит их значение, заимствованных слов. Поэтому ничего страшного нет. Но правда, что русский язык, он объединяет народы? Конечно, правда. Я думаю, что всех россиян, это самое, наверное, что мне особенно нравится в русском языке, он позволяет нам чувствовать себя одной нацией. Он объединяет нас, независимо от того, где мы живем, в Калининграде, на Чукотке, в Якутии или в Ростове-на-Дону, например. И благодаря русскому языку мы можем общаться и с другими народами, и с людьми, которыми проживают в других регионах нашей большой, действительно большой страны. Ну вот в каждом регионе, у каждого народа существует свой диалект вообще. Какой отпечаток он накладывает вообще на русский язык? Ну, диалект – это один из вариантов русского национального языка. Вообще вариантов несколько. Тот вариант, которым пользуемся мы сейчас с вами, называется литературный язык. А вот люди, которые проживают в определенной территории, чаще всего сельской местности, такой вариант языка называется диалект. В Якутии тоже есть диалект русского языка. Это район русского устья, это север нашей республики. И, видимо, переселенцы, они жили очень обособленно, да, и поэтому они сохранили вот особые черты русского языка, которые сохранились до сих пор. Самое интересное, что они до сих пор есть эти особенные черты, до сих пор есть диалекты. Хотя сейчас многие специалисты отмечают, что диалекты, они постепенно исчезают. Ну, в силу распространения образования, средств массовой коммуникации и так далее. Но на территории Якутии есть русский диалект, и это замечательно. Ну, несколько раз мне удалось почитать документы, ну, старинные, ну, тяжело читать. Конечно, тяжело. Для восприятия даже тяжеловато, да. И чем они стареют, тем тяжелее. Тяжелее, да. Причем дело даже не в буквах, которые, ну, там же еще были окончания, типа мягкие или твердые знаки вот эти вот. Дело даже не в них понятно, но сами слова, да, звучали иначе. Ну, вот это как раз и говорит о том, что общество меняется и человек меняется. Это прекрасное наблюдение. Я рада, что вы сами почувствовали, что и слава богу, что он меняется, и хорошо, что он меняется, потому что, ну, было бы нам тяжело. Представляете, нас бы учили в школе говорить, как говорил Иван Грозный. А в реальности мы бы сами говорили вот на другом несколько языке. Это был бы просто кошмар, наверное. Ну, да, мой взгляд, во всяком случае. Анна Валентиновна, ну, наверняка ежегодно ко Дню русского языка проводятся мероприятия в городе, в Республике. Что ожидается сегодня? Сегодня в два часа возле театральной площади, эта площадь рядом с театром Пушкина, русским академическим, вспоминаю официальное название, русским академическим театром имени Пушкина, будет проходить торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка. Ну, конечно, символично памятник Пушкину, театр имени Пушкина и День русского языка Пушкина. Поэтому мы приглашаем всех желающих. Спасибо, Анна Валентиновна, что пришли к нам этим утром, в этот замечательный, прекрасный день. Мы вас поздравляем.